Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции – захоронение неутилизируемых промышленных и бытовых отходов. Рассмотрим два вопроса. Первый вопрос – размещение полигонов. Второй вопрос – требования к устройству и содержанию полигонов для токсичных промышленных отходов. Рассмотрим первый вопрос – размещение полигонов. Дадим определение полигону. Полигон – это природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания отходов, которые способствуют повышению уровня защиты от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод и препятствуют распространению болезнетворных микроорганизмов. Полигоны строятся для снижения загрязнения вместо неконтролируемых свалок, для твердых отходов промышленности и для бытовых отходов, которые эксплуатируются во многих городах. Для полигона выбирают место в глинистом грунте, в котором могут складировать отходы в течение 20-25 лет. Основание выбранной площадки делают в виде углубления глубиной 1,5 метра и более. Если глинистого грунта нет, то приходится делать в водонепровицаемых грунтах. И выстилается дно этого грунта привозной глиной. Толщина составляет 0,5 метра. Полигоны загружают послойно для того, чтобы слизить его площадь. После заполнения полигона поверхность покрывает растительным грунтом. Размещение полигонов происходит по территориальному принципу. Полигоны размещают следующим образом. Во-первых, на площадках. Во-вторых, с подветренной стороны. В-третьих, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств. В-четвертых, на землях не сельскохозяйственного назначения, которые не пригодны для сельского хозяйства. В-пятых, в соответствии с гидрогеологическими условиями. В-четвертых, если существуют какие-то неблагоприятные гидрогеологические условия, то на выбранной площадке предусматриваются инженерные мероприятия, которые обеспечивают снижение уровня грузовых полигонов. Размещение полигонов не допускается на площадях залегания полезных ископаемых, в опасных зонах отвалов породы, угольных и сланцевых шахт, в зонах активного карста, в зонах оползней, селевых потоков снежных лавин, в заболоченных местах, в зонах питания подземных источников питьевой воды, в зонах санитарной охраны курортов, на территориях зеленых зон городов. Не допускается размещение полигона на землях занятых или предназначенных под занятия лесами, лесопарками, другими насаждениями, и на участках, которые загрязнены органическими и радиоактивными отходами. К объектам полигона относится завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов, участок захоронения отходов и гараж специализированного автотранспорта. Этот гараж находится рядом с заводом по обезвреживанию токсичных промышленных отходов. На этом слайде представлены твердые бытовые отходы, которые имеют... К этим твердым бытовым отходам относятся различные виды. Здесь схематично, на этом слайде представлено. Полигоны имеют вот такой рисунок, который вам здесь представлен на слайде. Размещается на глубине больше полутора метров. Подземные воды располагаются еще глубже. Не должно быть проникновения в полигон. На этих слайдах представлены полигоны твердых бытовых отходов. На разрезе представлен полигон для захоронения твердых отходов. Ну и тоже видите, что располагается на такой вот глубине. Имеет водоупорное основание для того, чтобы грунтовые воды не могли проникать в данный полигон. Для размещения полигона анализируется транспортная структура района, намечаются подъезды к нему. Такие полигоны твердых бытовых отходов рассматриваются как новые строительные сооружения первого класса ответственности. И размер участка размещения полигона учитывает условия и сроки его эксплуатации и учитывается количество обслуживаемого населения. И количество населения может изменяться за период эксплуатации полигона. Размещение полигонов твердых бытовых отходов предусматривает разработку схем и проектов района планировки. И отвечает условиям социального благополучия населения и концепции минимизации экологического ущерба. Для размещения полигонов твердых бытовых отходов обычно используют непригодные для сельского хозяйства земли, используются овраги. После того, как полигон будет полностью загружен, его покрывают растительным грунтом. И после этого такой полигон может использоваться для устройства парков, садов и для других целей. Полигоны твердых бытовых отходов иначе называют могильники. И возникают некоторые проблемы, связанные с захоронением твердых бытовых отходов. Первая проблема – это вымывание веществ и загрязнение грунтовых вод. Вторая проблема – образование метана. Третья проблема – просадка грунта. Третья проблема – это вымывание веществ и загрязнение грунтовых вод. По мере просачивания воды сквозь любой материал в ней растворяются различные химические вещества. Такая вода, проходя через отходы, обретает особенно ядовитый фильтр. В нем присутствует ряд металлов, такие как железо, артуть, свинец, цинк. Этот ядовитый раствор поступает в подземные водоносные горизонты и оттуда вредные вещества могут попасть и в питьевую воду. Можно привести такой пример, что по такой причине зоной настоящего кризиса стал штат Флорида, который находится в Соединенных Штатах Америки. В этом штате существует много запрещенных свалок, которые расположены в заболоченной местности. А большую часть питьевой воды, около 90% жителей данного штата получают за счет грунтовых вод. Очистка подобных свалок обойдется данному штату в 10 миллионов долларов. Вторая проблема – образование металла. происходит из-за того, что у захороненного мусора практически нет доступа к кислороду. Его разложение идет анаэробно. При этом образуется легковоспламеняющий металл. Он может привести к разрушению в здании, в сооружении. Кроме того, метан поднимается наверх и способен отравить корни, губя растительность и вызывая эрозию почв. Данная проблема решается путем устройства на месте свала газовых скважин. Которые перехватывает образующийся метан. И этот метан может использоваться как топливо. Третья проблема – это просадка грунта. По мере разложения отходы начинают проседать. При этом образуются неглубокие впадины. В них накапливается вода. И весь участок вследствие этого превращается в болото с ядовитой водой. Второй вопрос. У нас требование к устройству и содержанию полигонов для токсичных промышленных отходов. Дадим определение, что же такое токсичные отходы, что же такое промышленные отходы. Промышленные отходы образуются в промышленных организациях в процессе производства. Токсичные отходы – это отходы, которые содержат вещества. В случае попадания этих веществ в окружающую среду, они могут представлять угрозу для человека в результате биоаккумулирования или токсичного воздействия на биотические системы. Полигон по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов является специально оборудованным сооружением. На такие полигоны принимаются отходы первых-четвертых классов опасности. Прием таких промышленных отходов допускается при соответствующей технико-экономическом обосновании. Жидкие токсичные промышленные отходы должны быть вначале обезвожены на предприятиях и только потом уже доставляются на данный полигон. Мощность полигона определяется количеством токсичных отходов, которые могут приниматься на полигон в течение одного года. Отходы подлежат захоронению в специальных контейнерах. Это все должно учитываться. Вообще максимальный срок эксплуатации полигона составляет 25 лет. После этого срока может быть предусмотрена возможность последующей переработки обходов. На полигонах запрещается захоронение радиоактивных и биологических обходов. На полигонах, как я уже говорила, предусмотрены захоронения в специальных контейнерах. Данные контейнеры с отходами уже захораниваются, в свою очередь, в железобетонных бункерах. В этих бункерах толщина стенок составляет не менее 0,4 метра. После того, как заканчивается срок эксплуатации полигона, происходит его ликвидация. Ликвидация полигонов может быть полная или частичная. При частичной ликвидации прекращается деятельность только на отдельных производственных участках полигона. А при полной ликвидации полигона должно предусматриваться охрана окружающей среды, безопасность жизни и здоровья населения, которое проживает недалеко от этого полигона. После демонтажа зданий и оборудования площадь полигона перекрывается слоем грунта, карты с захороненными отходами покрываются изоливающим материалом. Вот это все нужно обязательно выполнить в надлежащей мере. Опять же, как я уже сказала, для того, чтобы не допустить вреда окружающей среде, для того, чтобы должны, опять же, предусмотреть безопасность населения. На закрепление данной темы данные следующие контрольные вопросы и эти контрольные вопросы надо обязательно рассмотреть, самостоятельно на них ответить. А для того, чтобы ответить на эти контрольные вопросы, вам предлагается список литературы. Этот список состоит из основной литературы и из дополнительной литературы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok